Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги царей. И сегодня мы будем читать 22 главу этой книги. И вышел Давид оттуда, то есть он выходит от царя Анхуса, царя Гевского, и убежал в пещеру Адолламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Вот здесь Давид, может быть, как нигде и никогда, очень явственно преобразует собою Христа, который тоже собирал вокруг себя притесненных, должников, всех огорченных душою, и руководил ими. Сердце Давида было открыто для всех этих людей, несмотря на их очень низкий социальный статус. Давид обращается с ними с неким сердечным вниманием, это мы увидим и дальше. А они становятся начатком его будущей армии. И далее мы читаем. Оттуда пошел Давид в массиву Мавицкую. То есть он идет не один, а с ним около 400 человек. И сказал царю Мавицкому, пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог. А здесь сразу возникает вопрос, а как Давид вообще мог доверить отца, мать, родных и близких царю Мавицкому? Во-первых, Давид был родственником царя Мавицкого. Давайте вспомним, что его прабабка, Руфь-Мавитянка, по преданию, она была Мавицкой царевной, дочерью царя Эглона. И он помнит об этом своем сродстве и не гнушается этим сродством, хотя с точки зрения евреев того времени это было нечистое сродство. Но Давид ведет себя иначе. Он с доверием относится к этому царю Мавицкому. И привел их царю Мавицкому, и жили они у него все время, доколе Давид был воном убежище, то есть в этом убежище. Но пророк Гат сказал Давиду, не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину. И пошел Давид, и пришел в лес Харет. Здесь может возникнуть вопрос, а почему Давид, который сам пророк, он получает наставление от другого пророка? На самом деле мы не знаем совершенно четко, с какого момента дух пророческий почел на Давиде. Нам, конечно, было бы удобно представить, что вот в тот момент, когда он был помазан на царство, он стал пророком. Но мы видим, что когда пророчествовал Саул, то люди удивлялись, и Саул во пророках. А если бы для царей было бы обычно пророчествовать, то никто бы не удивлялся. Поэтому здесь возможны два ответа. Или Давид еще не исполнился пророческого откровения, и просто является помазанником Божьим. Царь в изгнании, царь в бегстве. Или пророкам не надо гнушаться другими пророками. Ведь реально так и происходит. Я помню, что когда я пришел служить в храм Всех скорбящих радостей на Большую Ордынку, и первая воскресная служба, где нас собралось в алтаре шесть священников, я решил поисповедоваться перед литургией, а покойный настоятель, отец Борис Гузняков, мне сказал, а у нас не принято исповедоваться друг перед другом. Я говорю, а где же вы исповедуетесь? Ну, есть знакомые, священники, они из других храмов, вот можно к ним обращаться. Я сказал, если я служу в этом храме, то я буду исповедоваться у вас. Отец Борис сказал, ну, как-то не принято, когда люди вместе служат, вот они будут исповедоваться друг перед другом. Я категорически настоял на своем, поисповедовался, очень, скажем так, искренне, даже взволновал отца Бориса. И уже через месяц все стали исповедоваться друг у друга. И отец Борис исповедовался у меня и у других священников. Действительно, пророк может наставлять другого пророка. И праведник может наставлять другого праведника. Впрочем, пророки могут научаться у простых людей какой-то мудрости. И мы же видим, что Давид прислушивался к словам Инофана, хотя сей было меньше его по благодати и младше по возрасту. Итак, пророк Гат сказал Давиду, не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину. И пошел Давид и пришел в лес Харет. То есть он не сопротивляется этой пророческой установке, что это место надо покинуть и идти в какое-то другое. Далее рассказывается о том, как Саул узнает, о делах Давида. И мы читаем 6 стиха и ниже. «И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним, то есть 400 человек. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его». Надо сказать, что среди слуг Саула в основном были выходцы из колена Вениаминова, потому что Саул сам был из колена Вениаминова, и он мог с недоверием относиться к выходцам из других колен. Этим может как-то объясняться его неприязнь к Давиду, который не был из колена Вениаминова, а был из колена Иудина. «И сказал Саул слугам своим, окружавшим его, «Послушайте, сыны Вениаминовы». Вот мы видим, что его окружают вениамитяне. «Неужели всем вам даст сын Исея поля и виноградники, и всех вас поставит тысячи начальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Исея, и никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно». Вот здесь мы видим, что безумие Саулова переходит все пределы. Он уже считает, что это его сын Инофан настроил Давида против него. «И отвечал доик-идуменянин». Вот тот самый стукачок царский, который был в селении священников, и видел, как Давида там хорошо приняли. «И отвечал доик-идуменянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал, «Я видел, как сын Исея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува, и тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа, филистимлянина, отдал ему». Григорий Низкий, святитель, в трактате о названиях псалмов писал, «Этот иноплеменник-доик, ставший вестником Саулу о Давиде, этот пастух бесплодного стада мулов, есть, видимо, никто иной, как злой ангел, привлекающий различными греховными страстями человеческую душу к пороку». И когда он видит, что она в доме истинного священника, тогда, не имея возможности поразить ее, то есть душу, брыканиями мулов, доносит на нее князю злобы духа, действующего в сынах противления. Здесь святитель Григорий Низкий как бы уже видит в Сауле образ духа злобы, а дойка и думинянин – это вот такой науходоносор, вот так у нас в семинаре называли стукачей, науходоносоры, то есть те, которые наухо доносят другим людям, ну, чаще администрации. Поступок дойка, он обернется трагедией для целого города со священниками. И далее как раз рассказывается о поражении Номвы, этого города, священников с их женами и детьми. «И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его, священников, что в Номве, и пришли они все к царю. И сказал Саул, послушай, сын Ахитува, и тот отвечал, вот я, господин мой». Мы видим, что этот священник вполне уважительно относится к Саулу, как к божьему помазаннику. «И сказал ему Саул, для чего вы сговорились против меня, ты и сын Исея, что ты дал ему хлебы и меч, и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал, «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид?» То есть верен тебе. «Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога?» То есть я и раньше вопрошал для него Бога, как бы говорит он. «Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь, «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, «Ступайте, умертвите, священников господних!» Такая фраза, достойная Ульянова Ленина или Иосифа Сталина. «Ступайте, умертвите, священников господних!» «Ибо и их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, и не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять руку своих на убиение священников господних. Здесь мы видим, что сами вот эти близкие люди к Саулу, они понимают всю нелепость такого приказа. Как можно поднять руки на священников? Собственно говоря, священники поставили Саула царем и правителем через помазание, которое он получил от священника и пророка Самуила. «И сказал царь Дойку, вот этому беспринципному человеку, этому стукачу, и сказал царь Дойку, ступай ты, умертви священников, и пошел Дойк и Думинянин, и напал на священников, и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льняной ифот». Но в некотором смысле этих людей умертвила неосторожность Давида, когда он, увидев этого Дойка, в его глазах вел переговоры со священниками и получил от них поддержку. «И номву город священников поразил мечом и мужчин, и женщин, и юноши, и младенцев, и валов, и ослиц, и овец поразил мечом». То есть тот же самый Дойк, нечестивый, и думинянин. «Спасся один только сын Ахамелеса, сына Ахитова, по имени Афиафар, и убежал к Давиду». И так этот Дойк перебивает целое селение священников, умершляет детей, женщин, стариков. А какого другого и думинянина мы знаем, который приказывает избивать детей и младенцев? Это царь Ирод Великий, который тоже был и думинянин. Возможно, он и был потомком этого Дойка и думинянина. И мы помним, как Ирод Великий приказал истребить всех младенцев и детей от двух лет и ниже. Действительно, яблоко от яблони недалеко падает. Но один спасается по имени Аяфар, он убегает к Давиду. И рассказал Аяфар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давид Аяфару, я знал в тот день, когда там был доик и думинянин, что он непременно донесет Саулу, я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души, ты будешь у меня под охранением. Вот сегодняшняя глава, она преподает нам очень серьезные уроки. любое слово может оказаться чем-то убийственным. И когда вот этот доик услышал, как Давид общается со священниками, и любое небрежение о безопасности других людей тоже может обернуться чем-то убийственным. и легкомысленно поступил Давид, что в глазах этого доика и думинянина вообще вошел в это селение и вел разговоры со священниками. Действительно, как сказано в Евангелии, от слов человек осудится и от слов своих человек оправдается. Поэтому мы всегда должны очень серьезно относиться к тому, что мы говорим, о ком мы говорим, для чего мы говорим, потому что неправильно произнесенное слово может погубить репутацию другого человека и даже обернуться угрозой для его жизни. Поистине, каждая библейская глава преподносит нам некие уроки и наставления. Кассидор, древнехристианский экзегет, это его толкование на псалмы, он воспринимает доика как прообраз антихриста. Ведь, кстати, дьявол есть тот, который наговаривает все время на сынов Божьих даже самому Господу Богу. Об этом мы читаем в книге Иова в самом начале. Итак, прочитаем, что пишет Кассидор. Когда Давид спасался бегством от Саула, он пришел к священнику и получил от него хлеб и предложение и тот меч, которым сам отсек голову Голиафу Филистимлянину в долине Дуба. Хлеб и предложение обозначали его роль священника, а священный меч его грядущее положение могущественного царя. Здесь Кассидор рассматривает вопрос о том, что Давид тоже священно действовал, но не в качестве потомка Левия, а в качестве пророка Божия. Доику и Думинянину начальнику пастухов Саула случилось присутствовать там и узнать об этом, а затем все донести царю Саулу. И тогда разгневанный царь Саул велел Доику умертвить Ахимелеха и других священниках его города. Сей Доик, через посредство которого произошли все эти события, получил прозвище Эдуминянина по имени родной земли своей. Оба имени, соединенные вместе, по авторитетному свидетельству отцов, обозначают землетрясение. Такое значение имени не без основания относится к делам Антихриста. Ведь Доик Эдуминянин был врагом Давида, так же, как Антихрист будет врагом Христа. Сей Эдуминянин умертвил священников, Антихрист принесет себе в жертву мучеников. Сей именем своим знаменует землетрясение, «Антихрист несет потрясение всему миру, ибо последний из своего святотатного самомнения насильно подведет мир к почитанию своего имени. В этой связи представляется правомерным под имени Доика Эдуминянина разуметь указание на Антихриста, что подтверждается такими приведенными сравнениями». То есть всякий клеветник, всякий наухо доносор доносит одним людям на других, это тоже дух Антихриста, потому что в таком поведении отсутствует дух любви и дух заботливого и сострадания к другим людям. Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...